Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учить простые правила безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. Сегодня в борьбу за звание эксперта по детской безопасности вступает четвертая команда. Но прежде чем пригласить наших сегодняшних героев, я хочу рассказать, как справились с заданием первые три команды участников. Третья, это получается, надо спрятаться, можно спрятаться где-нибудь. Итак, открыли соревнования Ярослав и Варвара. Они отлично отвечали на все вопросы, прошли тест и отгадали загадку. В итоге в их копилке оказалось 7 баллов, и это очень неплохой результат. Через неделю героями страны безопасности стали Алена и Иван. Они показали себя по-настоящему достойными соперниками и сумели поднять заданную планку. Их результат – 9 баллов. Третьими в борьбу вступили Арсений и Арина и заработали 8 баллов. Ну а сейчас самое время представить наших сегодняшних героев. Это Наталья и Максим. Ребята, привет! Здравствуйте! Вы уже четвертая команда игроков, которая вступила в борьбу за звание экспертов по детской безопасности. Прежде чем начать игру, я хочу, чтобы вы немного рассказали о себе. Наташа, расскажи, давай начнем с тебя. Я занимаюсь на фортепиано, занимаюсь английским и рисованием. Сколько тебе лет и где ты учишься? В каком классе? Я во втором заклассе учусь, мне 8 лет. Максим, твоя учительница? Я хожу на плавание, учусь в 10 гимназии, мне 9 лет, учусь в 3-м классе. Какие же вы молодцы! Вот что вам еще надо знать о стране безопасности. Это конкурс, в котором кроме вас участвуют еще 4 команды. Вам предстоит пройти через 4 опасные зоны. И та пара, которая справится лучше и наберет больше количества баллов, отправится сначала в полуфинал, а потом и в финал. Оценивать вас буду я, мой помощник, спасайка. Как начали игру ваши соперники, вы уже увидели. Так что понимайте, что просто не будет. Впрочем, пора начинать. Прямо сейчас я предложу вам выбрать тему первого боя. Итак, внимание на экран. Итак, тема номер 1. Это полезные и опасные вещи. Вторая тема. Экстренная ситуация. Третья тема. Опасные места для игр. И последняя тема. Опасность на природе. Давайте выбирать. Мы выбираем первую тему. Полезные и опасные вещи. Так, ребята, молодцы. Вы, недолго думая, выбрали первую тему. Это полезные и опасные вещи. Для того, чтобы вам было легче отвечать на мои вопросы, я предлагаю посмотреть вам мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Так что смотрите внимательно. Бовар, смотри. Твой предыдущий ролик на Зверьтубе о том, как приготовить яблочный штрудель, уже собрал около миллиона просмотров. Ты становишься популярен. Ага. Популярен. Я где-то вынюхал слово популярен. Скоро ты будешь раздавать автографы. Ммм, популярность. Это же круто. Я тоже хочу раздавать автографы. Друзья, я предлагаю снять еще один ролик, где я подробно расскажу, как, используя правила безопасности, приготовить блинчики. А я расскажу, как приготовить блинчики, не используя никаких правил. Всем хаю-хаюски. Я Бобер. И сегодня мы безопасно готовим блинчики. Теперь все это нам нужно взбить при помощи миксера. Ммм, кажется, книга нам хочет что-то сказать. Миксер работает от электричества, поэтому прежде чем ставить вилку в розетку, убедитесь, что ваши руки сухие, иначе вас может ударить током. Током? Я не хочу током! Что делать? Что делать? Звоните в 112! Если розетка не работает, не следует проверять, есть ли электричество в розетке, засовывая туда пальцы и острые предметы. Не следует вынимать вилку из розетки, потянув ее за сну. Нужно делать вот так. Нам осталось подзарить нас и блинчики. Следует запомнить, что вставлять сразу несколько электроприборов в одну розетку нельзя. Может произойти базар. Запомните, чтобы потусить электроприбор, сначала необходимо отключить его от сети. Да-да, обязательно отключить, а только потом тушить. Теперь, когда у нас получились вкусные блины, нужно не забыть выключить все электроприборы из розетки. Итак, ребята, главный герой нашего мультика сегодня готовил блинчики. Правда, делал он это на природе, а не дома, и пользовался поэтому электроприборами. Это и есть полезные, опасные вещи. Давайте вспоминать, что он использовал. Миксер. Так, миксер, что ему было еще? Плиту. Электроплиту. Правильно, молодцы. Плита может быть и газовая. Ну, на данный момент он использовал какую? Электроплиту на природе. Он же готовил не дома. А теперь мой первый вопрос. Как правильно нужно пользоваться электроприборами? За правильный ответ вы можете получить 3 балла. Надо полотенцем вытирать руки перед того, как включить розетку в электроприбор. Правильно. Как ты думаешь, Максим, что еще нужно сделать для того, чтобы не случилась беда? Если засунуть пальцы, то током ударит. А еще надо вытягивать из розетки электроприбор, только держась за... Ну, не за провод, не выдергивая за провод. За шнур нельзя выдергивать. Правильно, правильно. Молодцы, правильно, Наташа. Можно ли вставлять много электроприборов в одну розетку? Нет. Надо только... Она может взорваться. Может случиться пожар, если много сразу включить электроприборов. Итак, ребята, вы смогли заработать в этом конкурсе 3 балла. Вы помните, что в мультике был еще и волк. Который тоже хотел быть популярным и тоже готовил блинчики. Давайте посмотрим, как у него это получилось. О, селфи-палка! Для приготовления нам понадобится все, что есть в холодильнике. Это специальный рецепт блинов по-волчи. Теперь мы все это будем взбивать. Тесто готово! Тесто готово! Сейчас мы будем жарить. Зубы, где мои зубы? Зубы, где мои зубы? Пять ошибок. Если вы мне назовете хотя бы три, то сможете заработать еще одно дополнительное очко. Он трогал мокрыми руками розетку, вытягивал... Вытягивал... Вытягивал розетку... Из розетки... Из розетки... Вилку за шнур. Втыкал очень много вилок в одну розетку. Ребята, вы правильно назвали три ошибки, которые допустил волк и заработали дополнительно один балл к своим трем. Поэтому у вас сейчас четыре балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос, вам надо будет выбрать один верный и сделать это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Если дома задымился электроприбор, что нужно делать? Вариант номер один. Звонить 101 или 112. Второй вариант. Быстро залить его водой. Или же выключить из розетки. Первый... Первый не подходит, потому что пока ты там наберешь уже всего... Это второй. Какой первый? Это первый вариант ответа, правильно. Ну... Пока ты там будешь звонить, огонь уже... Да, достанешь к соседям. Пока там ты уже позвонишь, и все уже горит. Они пока приедут, да. Второй. Наливать водой нельзя, потому что оно может ударить током. Да, как волка в мультике. И третий вариант ответа? И третий вариант ответа... Просто включить. Я думаю, правильно. Треть. Выключить из розетки? Треть. Да. Ребята, если называть правильные действия в той последовательности, в которой необходимо их предпринять, то, конечно же, это выключить из розетки. Ну, а впоследствии, конечно, можно и залить водой, и сообщить спасателям по номерам телефонов 101, либо 112, ну и, конечно же, сообщить взрослым и выйти вместе с ними на улицу. Ребята, вы правильно ответили на мой вопрос и зарабатываете свои 2 балла. Ну и напоследок загадка про полезного, но небезопасного помощника человека. И здесь надо быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ можно получить 2 балла. А если ошибетесь, то 1 балл я у вас заберу. В полотняной стороне, по реке Простыни, плывет пароход, то взад, то вперед. А за ним такая гладь, ни морщинки не видать. Если ответить неправильно, то 1 балл я у вас заберу. И вот за ним такая гладь, утюг. Утюг. Правильно, молодцы. Это утюг. Ребята, пора подводить итоги. За первый конкурс вы получили 3 балла и дополнительный балл за правильный и полный ответ на мой дополнительный вопрос. За второй конкурс вы получили 2 балла и за отгаданную загадку еще 3. Плюс у вас был еще один бонусный балл. Итого 9. А ровно через неделю в борьбу за это звание вступит пятая команда. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»